Здравствуйте! В эфире интервью. 15-й год подряд клуб «Механика-55» организует велопробег. О том, кто может принять участие и что ждет победителей, расскажет председатель клуба Антон Котов. Антон, здравствуйте! Анастасия, здравствуйте! Ну, наверное, самый первый вопрос. Где и когда пройдет мероприятие? Мероприятие неизменной традиции состоится в 2 часа дня. В последнее воскресенье апреля, то бишь 24-го текущего месяца, у магазина «Океан» на Альтышской набережной. На протяжении всей истории гонки Труда Сайберия место и время встречи не меняется, вне зависимости от погодных условий и прочих обстоятельств. То есть все участники знают, что даже без афиш, без дополнительных анонсов, они могут в нужное время, в нужном месте оказаться и принять участие в гонке, которая ни к чему не обязывает, ни к регистрации, ни к каким взносам. Какой формат вообще велопробега? Формат велопробега – это встреча друзей. Как и было изначально зарождено 15 лет назад, у нас было 4 человека. Так и продолжилось. В самые такие яркие годы численность достигала 500 человек. Финишировали без исключения все, потому что нас сопровождают машины эвакуации. Даже если у кого-то велосипед ломается, то это является отличительной стороной нашей гонки. Поскольку я не знаю никакой иной велогонки, велопробега, где финишировали бы все участники и все были награждены без исключения памятными подарками от спонсоров, нашивками, наклеечками, ну и прочими сувенирами. И при всем при этом формат больше, наверное, напоминает велодемонстрацию. То есть мы собираемся вместе, чтобы дать возможность познакомиться новым участникам, чтобы проверить техническое состояние велосипедов. Изначально была такая идея и, соответственно, лишний раз людям напомнить о вежливости на дорогах, правила общественного движения, а также личной безопасности. Это велошлемы, проблесковые фонарики и прочие необходимые для движения элементы. Принять участие смогут только профессионалы или любители? Кого ждете? Мы ждем как профессионалов, так и любителей, потому что нам радостно наблюдать известных спортсменов, которые приезжают прямо на таких серьезных велосипедах, но при этом при всем они не пытаются всех удивить какими-то своими личными достижениями в плане физической подготовки. Они понимают, что это больше всего праздников для города, чтобы и жителям напомнить, что вот наконец-то пришел летний сезон, сейчас все будет больше и больше двухколесного транспорта. Также приезжают любители, у которых еще пока смутные представления как о велоспорте, так и о велотуризме, но мы их поддерживаем. Для этого даже нас сопровождает, помимо машин эвакуации, несколько машин технической помощи, которые заряжены всем необходимым, и компрессором для подкачки шин, и инструментами для того, чтобы подготовить велосипеды к пробегу, чтобы не было проблем. Ну, а оперативные какие-то неполадки устранить, запасами питьевой воды, чаем и всем таким необходимым. 15 лет каждый год проходят мероприятия, да? До каких масштабов она выросла, сколько участников ожидаете? И ожидаете ли кого-то из другого города? Либо вот исключительно амичи, как показывает практика, да, участвуют, либо все-таки гости из соседних, может быть, регионов приезжают? На старте, к сожалению, не удается отследить, потому что там прям жара происходит, да, мы формируем велогруппу, велоколонну, общаемся попутно с журналистами. Много известных людей за всю историю принимали участие, это были и спортсмены, и музыканты, и известные мототуристы, целыми мотоклубами выдвигаются ребята, чтобы нас поддержать. И православные деятели, и представители казачества, в общем, мы рады всем, одно условие, трезвость и хорошее настроение. То есть ключевая цель гонки, это спорт и только спорт. Как пройдет трасса? И будут ли перекрыты дороги? Дороги перекрывать смысла нет, потому что большая часть гонки проходит по пешеходным тропинкам и по тропам садоводческих товариществ. Конечно же, мы встречаемся с представителями садоводческих товариществ, предупреждаем, они уже знают, ждут, для них это тоже спортивный праздник, поскольку чаще всего в воскресенье происходит субботник, либо подготовка к дачному сезону, и многие жители нам машут флажками и приветствуют нас, всесколько привет. В общем-то, все организовано довольно хорошо, поэтому нет какого-то смысла отвлекать представителей, так сказать, дорожного движения, их ресурсы задействовать. Мы самостоятельно справляемся и, в общем-то, приветствуем всем, кто нам в этом деле содействует. В условиях написано, что необходим, ну, понятное дело, да, технически исправный транспорт, но как-то его проверяют на старте, либо это ответственность каждого велогонщика? Дело в том, что это ответственность каждого велогонщика. Действительно, было несколько критических случаев, когда люди достают велосипед с балкона, и в самый последний момент на старте понимают, что элементарно даже колеса не накачаны, цепь провисла. Мы всем рекомендуем проверять техническое состояние велосипеда, ну, как и любого транспорта, да, то есть заботиться о нем, соответственно, помогаем всем, чем можем. Берем для этого даже ремкомплект, если кто-то пробивает колесо. Ну, по понятным причинам гонку с многочисленными участниками останавливать смысла нет, поэтому сломанные велосипеды мы грузим на машины эвакуации и тащим их на финиш, чтобы люди тоже приняли участие, так сказать, в награждении. Ну, всем без исключения рекомендуем перед стартом проверить состояние своих двухколесных красавчиков, то есть все узлы и агрегаты протянуть, смазать цепь, хорошенько накачать резину, взять ремкомплект. Важно еще подчеркнуть личную подготовку, то есть гонка проходит порядка пяти часов под открытым небом, поэтому рекомендуем всем взять с собой теплые вещи, например, кофту свернуть. Будет предусмотрено несколько остановок, порядка семи, на которые будет возможность, так сказать, пополнить запасы питьевой воды, сделать коллективную фотокарточку, подтянуть хвосты и познакомиться, пообщаться. В общем-то, невзирая на многочисленные предложения, мы формат гонки не меняем, она остается неизменной в плане маршрутов и участников. Единственное, вот, кстати, сегодня после интервью мы поедем, так сказать, группой мотоциклистов проверим, насколько высоко поднялась река и в каком состоянии находится грунт на садоводческих товариществах. Может быть, какие-то тропинки будут изменены, но не принципиально. То есть ключевая идея гонки заключается в том, что даже без участия клуба «Механика Ленджелс», «Механика 55», гонка, чтобы проходила во все времена, как славная городская традиция. То есть если даже по каким-то причинам нас не будет в городе, мне хотелось бы верить, что люди соберутся и проедут. То есть даже минувшие два года ограничений, изоляции, пандемии, я знаю, что люди встречались на какой-то там дистанции друг от друга, проезжали, фотографировались на контрольных точках и потом выставляли в соцсетях, что все-таки вот мы выбрались и проехали, то есть традицию поддержали. Многие спортсмены даже знают об этом без спортивных календарей. Еще одно условие, о котором вы уже ранее сказали, это полная трезвость, будем так говорить. Как-то этот факт на старте проверяется или также ответственность? Конечно же, мы не можем проверить всех участников, потому что дело в том, что даже не все люди, кто стартует с нами, доезжают до финиша, и не все финишировшие были с нами на старте. Многие люди работают в воскресном днем, дежурство несут, да, и, соответственно, могут вырваться ненадолго, поприветствовать нас на старте или на финише, либо просто присоединиться к нам на одном из этапов. Точно так же, как и простые просто, ну, зеваки, горожане, да, кто катается на велосипедах, видит группу велосипедистов, и просто веселья ради присоединяются, в дороге уже узнают смысл, и, соответственно, тоже становятся нашими фанатичными адептами, если можно так выразиться. Мы оставляем это все на добрую совесть участников. Даже дети знают, что нельзя в нетрезвом виде управлять транспортом, и, в общем-то, поэтому всегда подчеркиваем и на афишах заявляем, будьте в велошлемах, будьте трезвы, будьте совершеннолетними, вы несете персональную ответственность за себя, потому что, соответственно, проконтролировать всех невозможно. Если даже человек переоценивает свои физические способности, он не может быть уверен в движении иных участников дорожного движения, поэтому нужно быть предельно бдительным, это безопасность личная прежде всего. Вы сказали, будьте в велошлемах. Условия, есть такая вот обязательно какая-то определенная амуниция, либо это все, ну, как бы, кто как считает для себя вот безопасным? Мы подчеркиваем и всем отвечаем, что важно быть в велошлемах. Все представители нашего мотоклуба едут строго в велошлемах, чтобы подавать пример. Кто-то, конечно же, изощряется, одевает, предположим, танковый шлемофон или что-то похожее, там, я не знаю, лыжный шлем. То есть здесь, конечно, градаций никаких-то нет. У кого-то шапка, которую трудно отличить от велошлема. Соответственно, мы, конечно же, так сказать, ругать никого не станем. Но если мы увидим, что кто-то грубо нарушил правила безопасности, да, предположим, приехал в состоянии алкогольного опьянения, мы, собственными силами, его дисквалифицируем в гонке, приостановим ее и не сможем продолжать. Поэтому я здесь просто рассчитываю на ответственность участников. То есть наличие костюма приветствуется, да, какого-то такого, вот, например, как на забегах наших зимних? Да, в общем-то, это тоже с какого-то периода стало доброй традицией. Что-то вроде элемента велодемонстрации, потому что многие люди изощряются в кастомайзинге, да, если можно так сказать, они сами себе собирают велосипеды. Некоторые из них трудно отличить визуально от мотоциклов. Какие-то просто там тандемы, скажем, где два человека едут нарядные, там, предположим, с оленьими рогами на шлеме. То есть это своего рода тоже демонстрация, способ самореализации, способ самоидификации, самопроявления. Мы всегда приветствуем костюмы категории, вот, как сноубордические, там, или лыжные такие, ну, вот, я не знаю, подплюшевых медвежат. Это действительно весело смотрится, поднимает настроение. Всем встречным автомобилистам, мотоциклистам и пешеходам нам все салютируют, приветствуют, сигналят, это здорово. Соответственно, людей, кто подходит творчески к участию гонки, мы также отметим и поощрим дополнительными призами на финише. Есть особенность у мероприятия – это бесконечный чай в дороге. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это такое? Ну, дело в том, что представители нашего клуба не употребляют спиртного принципиально. Многие из них – кандидаты мастеров спорта, они много чем увлечены, и мы вообще не скучаем. То есть и зимой на лыжах бегаем, и в ГЕШ ездим, катаем. В этом году за поездку откатали около 800 километров только на лыжах, в индивидуальном порядке. И, соответственно, алкоголь никак не вписывается. Но мы встречаемся каждый четверг на нашей станции и устраиваем, так сказать, чайные вечерия. То есть мы дегустируем китайский чай, это тоже абсолютно никого ни к чему не обязывает. Многие знают, что каждый четверг в 9 вечера мы встречаемся на нашей станции, крутим виниловые пластинки редкие, смотрим, обсуждаем другое кино, и всех без исключения угощаем китайским чаем. И это, опять же, некоммерческий элемент нашей деятельности, ни к чему не обязывает этот способ познакомиться с людьми. Частенько к нам заезжают известные мототуристы, в том числе иностранцы, немцы, с Южной Кореи, кого только не было. Об этом, обо всем можно у нас на страничках в интернете почитать, посмотреть и на наших настенных газетах. Многие уже приезжают с нашими нашивочками буквы в желтой шестеренке и на ломаном русском, поскольку они иностранцы говорят, где здесь можно угоститься чаем. То есть нас это тоже все забавляет. То есть даже в мировом мотосообществе наша станция в летний период времени стала базой, где можно отремонтировать свое транспортное средство и, так сказать, облиться китайским чаем. Также велосипедисты приезжают на велосипедах, тоже с нами смотрят кино, обсуждают. Уже мы провели на этой неделе будет 351-й клубный день. То есть 350 клубных дней мы провели, не считая фестивалей и спортивных мероприятий. Еще какие-то особенности есть? Особенностей много. Есть клубный мустанг кабриолет. То есть очень красивый автомобиль гоночный без крыши. На нем чаще всего задействованы видео и фотооператоры, которые по ходу гонки нас фотографируют. Также в допустимых местах мы запускаем клубные квадрокоптеры, чтобы гонку отразить сверху и потом смонтировать фильм, показать. Все это тоже можно найти в социальных сетях, посмотреть, вспомнить. В общем-то мы останавливаемся. Длительная остановка происходит в Кировском парке отдыха на улице Мельничная, где трехглавный дракон, известный как Змея Горыныч. Мы там делаем тоже коллективную фотографию с флагами и даем возможность людям быстренько перекусить там фрукты, ну что-то, какой-то сухой паек. И опять же угощаем всех чаем. Но многие партнеры, которые поддерживают нашу гонку на некоммерческих условиях, а есть еще два очень важных условия. То есть движение строго на велосипедах, не на материализированных и не на электросредствах. Вот только велосипед, только спорт. Это первое. Поскольку многие желающие просто ради массовки готовы приехать на машинах и просто с нами попить чайку. Но они создают проблемы в плане движения, поэтому мы их на старте вежливо просим двигаться на финиш, ждать нас там, встречать с пирогами и с гармошкой. И вторая особенность, что действительно мы заправляем тормоза с чаем, угощаем всех на финише по ходу движения. И в этом году, насколько мне известно, нас поддержала даже известная компания доставки еды и известный ресторан. И они пообещали на финише всех угостить ухой в полевом формате. Вот, кстати, еще одно условие. Никакой коммерции в ходе гонки. Многие люди, понятно, пытаются вклиниться и предлагать те или иные услуги. Мы говорим, что это только спорт, никакого денежного товара, обмена. То есть, если вы можете чем-то угостить, порадовать, присоединяйтесь. Если не можете, то все равно присоединяйтесь, просто прокатимся. Но денег никаких не будет. То есть, это лучший способ проявить себя, проявить, даже показать какие-то свои способности. Потому что, я знаю, многие люди состязаются в скоростных режимах, в том числе на мотоцикле. Я говорю, то есть, если действительно хотите проверить свои способности, берите велосипед и погоняем с вами. Ну и в завершении разговора. Будут ли победители или к финишу придут все и какие-то памятные подарки? Да, конечно же, памятные подарки есть всегда. То есть, за два года до этого мы по такой системе памятные подарки разыгрывали. Мы на старте, все, кто желал получить ценный приз, писали жеребьевки просто на бумажках, имя или, скажем так, радиопозывной. И потом в системе той же жеребьевки девушка доставала из, так сказать, общего шлема, называла фамилии. И мы от наиболее оценных к менее ценным эти подарки раздавали. Гонка разрослась до масштабов 500 человек в среднем. Последние два года, не будем упоминать, были непростые для многих индивидуальных самостоятельных предпринимателей. Ввиду чего 500 подарков найти очень непросто. Но, тем не менее, мы прибегли к компромиссному решению. Гарантированно все участники получат памятные наклейки, две, памятную нашивку мотоклуба и медаль, которую мы делаем из дерева из глины. То есть, своими руками, хэнсмейт, памятную. То есть, это получат все без исключения. Плюс наиболее активные, наиболее жизнерадостные и нарядные подготовленные гонки получат особые ценные призы от спонсоров. Ну, в виде, скажем, термосов для чая и прочее. Это уже, мы призовой фонд сейчас в кучу сгребаем. Также все без исключения участники, вне зависимости, сколько их будет, там 100 человек или 500, получат по меньшей мере по три сертификата от известных омских компаний, предоставляющие бесплатные товары и услуги, которые потом можно будет использовать безлимитное количество времени. И это известные довольно компании, то есть, их можно будет обменять на ценные, так сказать, подарки уже непосредственно у наших партнеров-спонсоров, которые заявлены на нашей афише. Антон, удачной вам гонки и спасибо вам большое за интервью. Анастасия, вам спасибо. Присоединяйтесь, зовите друзей. Мы всем рады. Встретим с гармошкой. Благодарю вас. А я напомню, это было интервью с председателем клуба «Механика-55» Антоном Котовым. В студии была Анастасия Киш-Мерешкина. До встречи в эфире. Модный дом Александр Богданов. Твоя жизнь в искусстве. Анастасия Киш-Мерешкина.